Дина Карпицкая появилась в студии. Специальный корреспондент комсомолки. Дина. Здравствуйте, здравствуйте. Вместе сидит Антонов как живой передо мной. Не верьте никаким слухам. Вот он. Да, да и Дина тоже как живой. Между прочим, Дина выясняла, как живется бывшим губернатором в колонии. Губернаторы, министры, сенаторы. Давайте вспомним, кто находится в местах не столь отдаленных. Алексей Улюкаев, Никита Белых, Михаил Абызов, Рауф Арашуков, Леонид Маркелов. Абызов. Почти всех ты, да. Почти всех. Да, Абызов еще. Абызов ты назвал? Назвал. А еще Соловьев, это губернатор Удмуртия, Хорошавин, экс-губернатор Шахалина. Конечно. Плеяда политических звезд закатилась и укатилась она прямиком в застенки. И ты им всем написала? Как вы живете? Ну, не всем я написала. С некоторыми я пообщалась через представителей общественной наблюдательной комиссии. Это люди, которые проверяют условия содержания в тюрьме. Это такие люди, которые заходят и в камеры к губернаторам, и в камеры к больным туберкулезам. И везде проверяют, чтобы толщина матраса была, чтобы кашу давали вовремя, чтобы никого не обижали. И они вот имеют возможность пообщаться и нам рассказать потом о своих впечатлениях, о том, как же им представился, например, Арашуков и Абызов. Что интересно, я напомню, да, что Раул Арашуков это бывший сенатор. Его арестовали прямо в процессе его работы в Совете Федерации. Это было так громко. Вышел Чайка и арестовал. С Чайкой Бастрыкин лично прибыли, в общем, его схватили, он пытался убежать, но его поймали, в общем, так все было киношно. Ну, как убежать при комплектации Рауфа Арашукова? Ну, немножко так, он дернулся. Пытался скрыться, да. Да, дернулся, вот, ну, как бы, может, интуитивно на выход, но не удалось. А Абызов, это экс-министр открытого правительства, было у нас такое в стране правительства, никто не понял, чем они именно были заняты, но, тем не менее, министр был. Ну, как, судя по тому, где находится Михаил Абызов, мы понимаем, чем они там живут. Михаил Абызов, он себя преподносит как бизнесмен, и до того, как он стал министром, он уже был богат, знаменит, как он считает. И, что интересно, его декларация на посту чиновника, она привлекла внимание тогда еще, потому что он там задекларировал и виллу в Тоскане, и квартиру в Лондоне, и вертолет, и майбах, в общем. Ты сейчас их биографию расскажешь, как они сейчас живут. А сейчас, почему я так подробно про них рассказываю, потому что они сейчас сидят в одной камере в СИЗО Лефортова, Абызов и Арашуков. Они до этого были не знакомы, они не являются подельниками, поэтому, в принципе, это не противоречит, как бы, следственным действиям. И сидят они в одной маленькой камере, вот из всех этих дворцов своих, они перебрались в воле и судеб туда. Как выглядит камера в Лефортово? Лефортово вообще это самая закрытая тюрьма, это тюрьма ФСБ, туда сажают по очень громким делам или очень высоких начальников. Там все коридоры покрыты глухим таким ковролином, который глушит все шаги. То есть это абсолютная изоляция, там нет практически возможности вообще с кем-либо пообщаться, даже со своим адвокатом, потому что там проблемы с этим. И вот в такой маленькой камере, примерно 8 квадратных метров, с туалетом за перегородочкой, даже не отдельная какая-то комната, а прямо вот стоит где-то по пояс такая, по пояс перегородка. Вот они живут вдвоем. Абызов отказался общаться с представителем ОНК, вот и вообще у него сейчас изменения в жизни, он готовится вступить в брак, да, он хочет оформить отношения с той женщиной, с которой он в принципе жил уже давно, с которой у них есть ребенок. Мы уже наблюдали похожее сделал Никита Белых, но он и развестись уже успел, да. Да, ну про Белыха мы еще, я надеюсь, успеем поговорить. А вот Арашоков, он рассказал, что, как он проводит время в СИЗО, что он занимается спортом, специальную книжку даже для этого приобрел, есть такое пособие, как вот в таких стесненных условиях поддерживать себя в форме. И очень жаловался на то, что ему следователь уже вот сколько он сидит, больше года не дает возможности пообщаться с семьей, то есть не телефонные разговоры ему не разрешены, переписка тоже там осложнена. Там же арестован не только Рауф, но еще и его отец. И отец, да. Но вот ему не дает общаться с супругой, с сестрой, с теми людьми, которые не являются свидетелем по делу, что в принципе, конечно, так не должно происходить. На это обратили внимание и члены ОНК, и мы в своей публикации. То есть, давайте честно, ну понятно, что не просто так они сидят там, да, и наверняка есть на них там какие-то грехи, даже не грешки, но все-таки лишать человека возможности общаться с близкими, это совсем как-то негуманно. Ну, а с другой стороны, спортом дают заниматься. Хорошо, Абызов отказался общаться, а Рашуков занимается спортом. Кто еще чем занимает? Кулюкаев пишет стихи, это мы тоже знаем. Да, ты, Миша, может, продекларируешь. Не хочу. Не хочу, они такие... Во-первых, не помню, во-вторых, не хочу. Ну, я немножко две строчки прочитаю. Значит, настал Новый год, если детям дают мандарины. В тюрьме Венегрет, в общем, там все такой набор-набор слов. И в конце вот и настал Новый год, и будут подарки даже последнему подлецу. Не знаю, что имел в виду наш бывший экс-министр Алексей, но он уехал, как говорят на тюремном жаргоне, в колонию номер один Тверской области. Это колония строгого режима. Ему положено не больше трех свиданий в год со своей женой, за которой он очень переживает. У него молодая супруга Юлия, ходили тоже слухи об их разводе, но, слава богу, ничего не подтвердилось, потому что Уликаев там чуть ли уже в обморок не падал, узнав, что жена его там, в общем, даже эти слухи его уже повергли в какой-то шок. Он работает в библиотеке, это по тюремным меркам считается такое теплое место, потому что сидишь среди книг интеллигентно, можешь там сам почитать, да, там какие-то кружки организовать, что Уликаев, кстати, и сделал. Он там ведет кружок экономики, просвещает своих, как Миша? Салагерников. Салагерников, да. В общем, занимается делами, а делается и зарплату. Да, если я не ошибаюсь, Белых тоже работал в библиотеке, но там он как-то очень хитро обустроил свое место и с нарушениями. Ну, ходят такие слухи, неподтвержденные, да, действительно, Никита Белых, когда он уехал в свою колонию мордовскую, он работал в библиотеке и проявил там очень активно себя. Он повысил читаемость в тюрьме на 60% всех постояльцев, господи, прости, что я говорю? Всех сидельцев. Всех сидельцев ходили к нему за книгами, это очень высокий показатель вообще по России. Он вел там кружки литературные, он выписывал новые книги, он делал стенгазеты про известных наших писателей, в общем, всячески просвещал людей. Но неожиданно через год он вылетел со своей работы за нарушение режима. Что именно он нарушил, непонятно, но ходили слухи, что он себе там в библиотеке организовал такое уютное местечко, где проводил очень много времени. У него там, значит, за полками был какой-то закуток, где стояла креслица, он там до ночи сидел, читал книжки. Не хотелось ему, конечно, возвращаться в отряд, где 80 человек там в двухъярусной кровати. Но это слухи, как бы их никто не подтвердил, ни руководства колонии никто. Но, тем не менее, Никита Белых теперь работает в швейном цеху и как... Шьет. Шьет мишек мягких, обезьянок. Мишек-обезьянок? Да, работает. Ну, не жалуется на эту работу. Кстати говоря, он писал блоги, они размещались на сайтах разных. В том числе его бывшая супруга Екатерина Белых этим занималась, да. У нее есть свое небольшое агентство, она размещала его публикации. В общем, Дин, не рассказывай все, зайдите на сайт Комсомольской правды о том, как сидят вот эти вот бывшие высокопоставленные чиновники, а нынешние сидельцы в тюрьмах и в колонии. Да, там не только Улюкаев пишет стихи, посмотрите, и бывший глава Мариэл Маркелов тоже. Да, Дин, спасибо большое. В общем, читайте. Дина Карпицкая была у нас в эфире. Дин, благодарю. Возвращайся обязательно к нам в эфир. Всегда желанная гостья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok